Друзья, как ни странно, сегодня будем говорить о друзьях. Да, я не оговорился. Они играют очень большую роль в нашей жизни. Некоторые люди называют их ворами нашего времени. Очень много есть известных поговорок, пословиц, связанных с тем, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам. Друзья определяют наше развитие. Мы среднестатистически пяти людей, которые нас окружают. Эти поговорки, пословицы есть и в бизнес-среде, и в обычной жизни. И тем не менее, в общем и целом, мое любимое выражение, которое я обозначаю, заключение своего тезиса, друзья на самом деле играют огромную роль в нашей жизни. И мы не могли не уделить один день нашего марафона именно им. Часто мне задают вопрос, Мурат, есть ли у тебя друзья, сколько времени ты проводишь с ними, как ты считаешь, какую роль они должны занимать в жизни человека? Я склоняюсь к мнению и говорю, исходя из своего опыта, что друзья должны быть как-то сопряжены с твоей работой для того, чтобы ты не сильно отвлекался от своей основной деятельности. Это не значит, что так должно быть у всех. Я говорю о своей жизни. И это позволяет мне, с одной стороны, иногда расслабляться, общаясь с ними, беседуя, встречаясь за пределами работы, на досугах, на каких-то мероприятиях. Но, с другой стороны, даже там мы около да рядом говорим о бизнесе, маркетинге, саморазвитии и приносим друг другу какую-никакую пользу. Так или иначе, мы должны признать, что друзья занимают определенную часть нашей жизни. Иногда нужно задать себе вопрос, а оправдано ли то время, которое мы тратим вместе с ними? Я понимаю, что звучит немного эгоистически, но это действительно тот вопрос, на который нужно ответить искренне, самому себе в первую очередь. Ведь иногда бывает так, что мы сидим в каком-то кафе, в каком-то ресторане, в каких-то, извините меня, кальянных, или в каких-то там пивбарах, или в каких-то других злачных заведениях, или в других даже не злачных заведениях, но там, где мы просто бесполезно тратим свое время. И я настаиваю на позиции, что беседа с людьми должна приносить какую-то пользу, не обязательно прикладную. Я не к тому, чтобы наши беседы обязательно носили какой-то прагматичный характер. Я к тому, что даже если эта беседа просто освобождает ваше воображение, что даже этот процесс был сколько-нибудь полезным и имел свои рамки. Потому что зачастую, например, мне пишет какая-то сестра, мой муж целый день не бывает дома и даже после работы проводит время с друзьями, мы его не видим, пришел ночью, ушел утром, ну почти как я, только не с друзьями на работе. И здесь действительно у нее есть основания так сказать. Это касается иногда и женщин, которые также проводят время со своими подругами или знакомыми, но тем не менее забывая о своей семье. Потому что иногда бывает так, что мы просидели с друзьями 2, 3, 4 или 5 часов и после этой беседы идем домой с пустой головой. Мы не понимаем о чем говорили или это были обычные сплетни, или обычные треп, которые никакой пользы ни для кого из участников не несет в принципе. И это время можно было гораздо более продуктивнее потратить. Хотя бы проведя это же время со своей семьей, прочитав очередную книгу, посмотрев какую-то полезную лекцию или сделав что-то другое, но полезное. Дело в том, что если мы нашли настоящего друга, он всегда будет помогать нам в развитии, в следовании религии, в улучшении своей жизни, в том, чтобы мы росли над собой. Если окружение деструктивное и плохое, то оно постоянно будет тянуть нас вниз, тянуть нас к плохому, никогда не напомнить о хорошем, никогда не исправить нас, если мы действительно совершили какую-то ошибку. А это очень важно. Потому что кто, если не друзья и близкие, должен наставить нас на путь истинный, если мы совершили какой-то неправильный поступок. Одернуть нас и сказать, не делай так, ты ошибся. И если в вашей жизни нет таких людей, которые говорят вам, что вы неправы и к мнению которых вы готовы прислушаться, если вы считаете себя постоянно правым, то, скорее всего, вы находитесь не в том окружении. У каждого из нас есть друзья, с которыми у нас единые ценности, единое понимание окружающих нас явлений и процессов. Они помогают нам расти, мы помогаем им и мы идем вместе в унисон. Вместе с тем бывают друзья, которые постоянно нас отвлекают, зовут нас на какие-то праздные встречи и просто являются убийцами свободного времени, если можно так выразиться. в моем понимании необходимо провести некую ревизию. Я ни в коей мере не к тому, чтобы перестали с кем-то общаться или поругались или поссорились. Но хотя бы нужно ограничить общение с теми людьми, которые постоянно заставляют вас тратить время впустую. Хотя бы тем, что вы скажете, сегодня я занят, сегодня у меня встреча с этим человеком, сегодня я занимаюсь работой, сегодня я занимаюсь чтением, сегодня я занимаюсь изучением английского языка. Но не тратьте время просто так. Либо другой пример. У вас есть друг, который обустроил свою жизнь от а до я. Вам еще это все предстоит. Общаясь с ним, он постоянно рассказывает вам о том, как у него все хорошо и какой-то насущной прикладной пользы для вас не приносит. Это может привести к тому, что 40 лет вы проснетесь недореализованным, без каких-то целей и самое главное, без времени достаточного для достижения этих целей. Задача у меня, друзья, непростая и очень деликатная. Нам необходимо провести аудит нашего окружения, выбрать среди них тех, которые разделяют наши ценности и тех, которые не разделяют и пропорционально их убеждениям распределить наше свободное время. Мы очень любим истории про успешный успех. Если мы вспомним всех великих мира сего, то мы не найдем там ни одного человека, который бы тратил свое свободное время на не относящиеся к его профессиональной деятельности занятия. И пример этих успешных людей побуждает и меня в том числе стараться окружать себя теми людьми, которые обладают теми же ценностями и убеждениями, которыми обладаю я. И мне кажется, именно этот путь является самым коротким и самым правильным для достижения своей цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok